Кризис дает возможность рискнув хорошо заработать. Например, можно купить вполне надежные долги, доходность по которым стремительно растет. Дмитрий Жук из Аксиома Велс Менеджмент знает, где искать такие долги в Африке. У нас достаточно узкий спектр инструментов, которые мы смотрим, это в основном еврооблигации. И надо сказать, что в последнее время в наших профилях было достаточно много России, наверное, до 50%, которая сейчас очень сильно поднялась. Мы начали смотреть потихонечку, куда можно уйти, где есть возможность еще подрасти, где есть доходности. К сожалению, пока что рынок нам такой возможности не дает, потому что если посмотреть на Европу, все прекрасно знают, что там сейчас происходит. Азия тоже, в общем-то, не очень хорошая дает сейчас возможности. Америки мы пока побаиваемся в связи своей возможности понижения рейтинга. И поэтому начали смотреть просто точечные вещи. И вот сейчас, например, у нас есть идея, мы хотим попробовать поменять короткий Сбербанк на короткий, как ни странно, банк под названием Афроэксим. Афроэксим. Это банк надонациональный. Он создан несколькими государствами в Африке. Достаточно короткий, то есть он не очень волатилен по отношению к рынку. Да, и он, у него доходность высших погашений, у него к 16-му году доходность 6,3. Именно как Сбербанк торгуется по доходности 5,3. Вот, и у него их одинаковый, 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 трипл. Но Афроэксим, поскольку он только что вышел, только что был размещен, у него на 9% доходность высшая. Африка сама по себе, конечно, считается зоной с повышенными рисками инвестирования. Но в данном случае нас выручает тот факт, что Афроэксимбанк является надгосударственной структурой. Ну, а стало быть, он свободен от политических рисков каждого в отдельности африканского государства. Ну, и, собственно, более надежен, чем, пожалуй, любой из своих учредителей.